У меня со свекровью уже третий год идет борьба, причем ни я, ни она сдаваться не собираемся. Начну сначала. Моя свекровь вырастила Сережу, моего мужа, одна. С его отцом она разошлась, когда сыну было два года. И тоже из-за ее свекрови. Сережина бабушка держала его отца под каблуком, а жену его терпеть не могла. Моя свекровь рассказывала, что когда она родила Сережу, мать ее мужа сломала ногу и заставила своего сына, свекровенного мужа, переехать к ней жить и помогать. Ей было абсолютно наплевать, что у него недавно родился ребенок, и ему нужно помогать собственной жене. Бабы в полях раньше рожали и потом сразу на работу шли. И твоя потерпит, не сахарная, говорила бабушка Сережа своему сыну. А я уже старая, вырастила тебя, теперь твоя очередь матери долги отдавать. И муж свекрови покорно ушел ухаживать за матерью, оставив жену одну с ребенком на руках. Три месяца отец Сережи прожил со своей матерью, пока у той заживала нога, а потом снова вернулся к жене. Свекровь тогда мужа приняла назад, но недолго музыка играла. Через пару месяцев мать свекровенного мужа заболела гриппом, и тот опять покорно перебрался жить к матери и ухаживать за ней. Это уже моя свекровь стерпеть не смогла, и когда ее муж после выздоровления своей матери снова пришел к ней на порог, она ему дверь не открыла. Они развелись, но он долго еще ходил к ней и просился обратно, но свекровь не приняла. Свекровь решила, что вырастет сына одна и успешно с этой задачей справилась. Однако теперь она считала, что Сережа за это должен ей до гробовой доски. Любимая фраза свекрови, я на тебя жизнь положила. Сережа, конечно, не его отец, и к матери жить от меня не бегал, но нервы за нашу семейную жизнь свекровь уже успела хорошо нам потрепать. Когда мы поженились, она хотела, чтобы мы жили с ней, но мы не согласились, так как свекровь жила в деревне под Иркутском. Муж тоже родом оттуда, но потом уехал учиться в Екатеринбург, где мы познакомились и сейчас живем. Сережина мать целый год звонила и устраивала нам скандалы, что мы эгоисты и оставили ее одну на старости лет. Потом стало еще хуже, у нас родился ребенок и свекровь приехала мне помогать. Я ее не просила об этом, но и отказать не могла. Все-таки она родная бабушка и имеет право проводить время с внуком. Первый раз свекровь приехала на две недели, понянчилась с внуком и умчалась обратно, так как она тогда работала. Но через год она вышла на пенсию, заскучала и сказала, что приедет к нам опять на пару недель погостить. Пару недель перетекли в месяц, потом в два месяца, а потом и в три. К тому моменту я на стену хотела лезть от матери мужа. Свекровь решила, что теперь бытом в нашей квартире заведует она. Сережина мать составила расписание, кто из нас и по каким дням готовит, убирает и ходит в магазин. Мы с мужем сначала посмеялись с этого, но она начала демонстративно хвататься за сердце и охать, что хотела как лучше, а мы, как всегда, против нее. Тогда мы с Сережей решили, что поиграем в ее расписание, лишь бы она не орала, а я так вообще в душе надеялась, что она скоро уедет. Но мать мужа уезжать не собиралась и продолжала закручивать нам гайки. Следующей ее претензией было, что внук сильно громко плачет, а у нее очень болит голова после этого. Объяснение, что это маленький ребенок и ему положено плакать, мать мужа не устраивали. Она настолько меня этим запилила, что когда сын начинал плакать, я думала не о ребенке, а о том, что сейчас прибежит свекровь и начнет причитать. Я жаловалась мужу на его мать, он меня понимал, но указать ей на дверь не мог, потому что не выдерживал ее театральных постановок с хватанием за сердце и слезами. Сережа меня успокаивал, что это не навсегда и его мать рано или поздно уедет, а мне оставалось только ждать. Но свекровь в свою деревню под Иркутском не собиралась. Ей нравилось у нас жить, она познакомилась с соседками ее возраста, ходила с ними на прогулки и ее все устраивало. При этом не забывала и нас с мужем строить. Сережа спрашивал у матери, когда ей покупать обратный билет, но она все отмахивалась, успею еще уехать. У меня тут остались незаконченные дела, отвечала на это свекровь. Единственное дело, которое было у свекрови, это отравлять нам жизнь. Она начинала истерить по любому поводу, ее не устраивало абсолютно все. Сын громко плачет, свекровь ноет, что разболелась голова. Я приготовила на ужин рыбу, а не котлеты из мяса. Мать мужа весь вечер жалуется, что теперь у нее будет изжога, при этом она съела весь ужин, да еще и добавки попросила. Сережа задержался на работе на полчаса, она ходит и причитает, что сына совсем не видит. Выдерживать ее бесконечное брюжание стало невыносимо. Мы с мужем поняли, что продолжаться так долго не может. Но Сережа сразу мне сказал, что у него не хватит смелости указать матери на дверь, а вот если у меня получится, то пожалуйста. Но я тоже все не решалась попросить свекровь уехать. Все-таки она пожилая женщина, бабушка нашего сына. Я пыталась найти оправдание ее поведению, но каждый раз их находилось все меньше и меньше. А мать мужа, как назло, начинала наглеть все больше. Теперь свекровь заявляла, что пока она спит, мы должны ходить как мыши. И ребенок маленький тоже. Якобы ей какой-то врач сказал, что в ее возрасте громкие звуки при пробуждении могут привести к вегетососудистой дистонии. Это было смешно, но свекровь верила, что так оно и есть. Теперь по утрам мы были вынуждены ходить на цыпочках, так как если она просыпалась хоть от какого-то шороха, то начинала вычитывать нам, что мы лишаем ее здоровья. Свекровь как будто проверяла мое ангельское терпение на прочность. А я чувствовала, что скоро взорвусь, да так оно и вышло. Как-то раз мне нужно было отвезти сына в поликлинику на прием к педиатру к восьми часам утра. Соответственно, я встала рано, разбудила сына, кормила, одевала. И все это в полнейшей тишине, чтобы не разбудить свекровь и не слышать ее нотации. А сделать это было непросто, так как двухлетнему ребенку не объяснишь, что его бабушка запилит нас до мозга костей, если ее разбудить. Да и вообще, почему ребенок должен жить в угоду бабке? У нее свое жилье есть, пусть там и сидит в тишине. Однако, я не хотела выслушивать очередные нотации и собиралась в поликлинику очень тихо. И вдруг, уже перед выходом, когда я обувала сына, он как-то неудачно дернул ножкой, упал и заплакал. Я взяла его на руки и начала успокаивать, а сынишка все плакал, потому что больно ударился. Тут из своей комнаты вылетела свекровь и начала читать мне мораль, что я не могу справиться с ребенком, а она из-за этого не высыпается. «А вы не обнаглели?» – спросила я загостившуюся недовольную свекровь тем, что ее случайно разбудили рано утром. И тут меня прорвало. Я начала высказывать Сережиной матери все, что накопилось у меня, пока она с нами живет. Свекровь стояла с открытым ртом, даже сын замолчал. В первый раз ребенок увидел, что мама может разговаривать на повышенных тонах. Я кричу и ругаюсь очень редко. По пальцам можно пересчитать, сколько раз в жизни я повышала на кого-то голос. Но свекровь своими претензиями довела меня чуть ли не до состояния аффекта. Пока я высказывала свекрови свои претензии, проснулся муж и попытался меня успокоить. Я немного пришла в себя и отправилась с сыном в поликлинику. А когда вернулась домой, то увидела, что мать мужа собирает вещи. Она молча ходила с недовольным лицом по квартире, и собирала свой чемодан. А вечером Сережа вернулся с работы и отвез ее на вокзал. Счастью моему не было предела. Муж рассказал, что после того, как я ушла с сыном в поликлинику, свекровь начала на него ругаться, что сын нашел себе плохую жену, которая смеет перечить его матери. Тут и Сережа не выдержал и сказал матери, что жена у него то, что надо, а вот мать могла бы быть подобрее, и если ее что-то не устраивает, то она может уйти. И свекровь решила отыграть роль обиженной и оскорбленной до конца, поэтому кинулась собирать вещи. Уже на вокзале, поняв, что никто не вымаливает у нее прощения и не уговаривает остаться, свекровь начала говорить Сереже, что она на меня не сердится и все обиды так быстро забыла. Но муж сказал ей, что я ничего не забыла, и будет лучше, если мы пока поживем раздельно. Поэтому свекрови ничего не оставалось, как сесть в поезд и уехать. С момента тех событий прошло уже три года. За это время свекровь у нас ни разу не была, зато Сережу задергала. Она теперь ведет себя так же, как когда-то вела ее свекровь, просит сына приезжать и жить с ней. Муж уже несколько раз ездил к ней в деревню по пустякам, то ей вдруг стало страшно одной находиться в доме, то надо лампочку вкрутить, а она сама не может, то картошку посадить, а потом выкопать. При этом каждый приезд сына, свекровь не забывает ему рассказать, какая я у него плохая жена, а мать святая женщина. Бывает после таких разговоров муж возвращается домой взвинченный, и мне приходится прикладывать усилия, чтобы перетянуть его на свою сторону. Не знаю, сколько это еще продлится. Мы с мужем друг друга любим, разводиться я не собираюсь. Нашу жизнь портит только свекровь. Я думаю, что она не успокоится никогда, но пока не знаю, как устаканить эту ситуацию. Спасибо, что вы с нами. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, случались ли в вашей жизни похожие ситуации и как вы их разрешили.